Девушки отдыхают Девушки отдыхают Во-первых, примите наши соболезнования И, пожалуйста, вашу историю расскажите В связи с этим препаратом я потеряла единственного сына 17,5 лет После него ушли 9 человек его друзей Из них двоих смогли спасти Родители, счастливые родители смогли спасти Через повешение В Кисловодске В Кисловодске Ваш сын и еще 9 его друзей повесились И двоих человек Это в разное время все было Это в разное время После моего сына И это все под воздействием вот этого препарата От которого мы говорим Пытались как-то вы повлиять Что-то делать Мы не знали Он спортсмен Он был спортсмен Лучшая техника по рукопошному бою В предгорном районе И парни Никто не мог Даже определить Никак Никак Не видели А вот эти парни, друзья Они постоянно общались Это одноклассники Какие-то его Да, это и одноклассники И знакомые И друзья близкие А вы Как-то узнавали потом Где они все эти препараты брали Как они брали Конечно узнавали Ну и как Что рассказывали Откуда узнавали Ну сначала было Несколько аптек На широкую у нас была аптека И на 40 лет И еще где-то Я не знаю На широкую я сама ходила Разговаривала Говорю Кому-то помогает А кого-то губит Детей губит наших Ну мы еще вернемся И к вашей истории И я призываю вас Участвовать в нашей сегодняшней беседе Участвовать в нашей дискуссии Сейчас, уважаемые телезрители Я вам скажу Что наш эфир проходит Не в совсем обычном формате Да, прямый эфир у нас так не приходит Но будем привыкать Привыкайте И вы вместе с нами Сегодня в суде У нас очень много гостей И я попрошу режиссера их показать Здесь находятся Общественные деятели Активисты Политики Те, кто принимал Вот эти психотропные препараты И у которого получилось От этой пагубной привычки Освободиться В течение всей беседы Тоже с вами Давайте будем включаться В наш разговор Поднимайте руку Будем предоставлять вам слово Если есть какие-то вопросы К нашим сегодняшним гостям То будем рады Их эти вопросы От вас выслушать Теперь вы, уважаемые телезрители Вы можете тоже задавать свои вопросы Если вы знаете Где-то, возможно, продается Как бороться С этой пагубной заразой С этой привычкой Звоните Говорите 8 800 707 0226 8 800 707 0226 Звонок бесплатный Также вы можете писать Свои вопросы В Вайбер 8 962 020 2626 8 962 020 2626 Я попрошу режиссера Периодически показывать И номер Вайбера И номер телефона Для того, чтобы вы могли Задавать свои вопросы Но сейчас я представлю Следующих гостей И приглашаю сюда В студию Это депутат Думы Старопольского края Председатель Ассоциации Реабилитационных центров Северного Кавказа Николай Олегович Новопашин Николай Олегович Проходите, пожалуйста Занимайте место за стойкой Сергей Арнольевич Шевелев Депутат Думы Старопольского края И помощник губернатора Старопольского края Валерий Александрович Нестеров Добрый вечер Добрый вечер По объективным причинам Мы не пригласили сегодня В студию представителей Госнаркоконтроля Но просто нет больше Такой организации Ее полномочия Передаются сейчас Органам МВД Да, на следующей неделе Кстати, уважаемые телезрители Еще такой небольшой анонс Александр Григорьевич Олдак Начальник главка Главный полицейский Старопольского края Придет нам в гости И вопросы, которые касаются В том числе наркоконтроля Можете задавать ему Звоните по телефону В прямом эфире 9 числа в 19.30 Мы здесь будем Николай Олегович Почему, на ваш взгляд Общество и власть Бессильны В этой сложившейся ситуации Я надеюсь, пока бессильны Я тоже уверен Что пока бессильны И мы собрали совместно С общественностью С людьми С депутатскими корпусами Представителями Власти Силовых структур И я считаю, что Собирались мы уже Не один раз Но этот раз Уже должен стать Окончательный Потому что Сегодня у нас Сводки Как с фронта Вот мама Еще есть люди Сидят Которые потеряли Родственников И близких На сегодняшний день Я считаю Проблема Лишь в одном В том, что Не соблюдается Закон И надо дальше Его дорабатывать То есть Сначала первое Мы говорили о том Что эти препараты Продаются свободно Выступили Общественники С инициативой Я вышел С инициативой О том, чтобы И Ставропольский край Дума Ставропольского края Приняли закон О том, чтобы Пригаболин Лирику внести В перечень Которые невозможно Продавать Строго рецептурные Без рецепта Невозможно Но несмотря на это Все равно Продают Все равно Гибнет люди Все равно Мы обращались И в правоохранительные структуры Мы понимаем Что приходит полицейский Посмотрел Постоял Ушел При полицейском Не продают При полицейском Не продают Но сегодня Ситуация Продолжается Опять так же И поэтому После того Когда последнюю Неделю Вот Сводки О том Что погибло Как с фронта Я вышел С инициативой И сказал У меня есть Две инициативы Первая инициатива Это Внести Препарат Пригаболин Лирику И тропикамид В перечень Наркотических препаратов И запретить Вовсе продавать Нет Первая Это в перечень Наркотических препаратов Потому что Если он будет В перечне И уже Человек Который продает К нему Уже будет применяться Уголовная ответственность Это первая инициатива И вторая инициатива Если сегодня А потому что Уже антинаркотическая комиссия Собиралась Собиралась Полпред Меликов Собирал Всех экспертов Руководителей Федеральных ведомств Собирал Общественные митинги С гробами Венками Проводили Проводили Родители Собирались Собирались Мы провели Анализ социальных сетей Все Общественники Люди И просто жители Городов КМВ Призывают Закидать Эти аптеки Коктейля Молотова Поэтому для того Чтобы не совершился Самосуд Для того Чтобы Вот эти Обезумевшие Несчастные Родственники И родители Не натворили Скажем так Делов А они на грани Поэтому уже Если сегодня Ничего не действует Давайте Выходить Законодательство И запретим Ввоз Лирику На территорию Ставропольского края Я советовался С медиками С фармацевтами Есть аналоги Аналоги Есть И потом Главное Что хочу сказать Изначально Когда препарат Лирика Появился Он применялся Как противосудорожное При эпилепсии А сегодня Его выписывают В травматологии В онкологии Как обезболивающие При депрессиях При плохом сне То есть И люди И даже которые Не были антисоциальными Не были наркоманами Они присаживаются На эту лириками И становятся Потребителями Этого препарата Сергей Арнольдович Ну как так получается Вот сейчас Ни военных действий нет Ни войны нет Молодежь гибнет И опять же Если будем называть Вещи своими именами Ну вот наверняка Вам как бывшему сотруднику Правоохранительных органов Я не знаю Бывают ли бывшие сотрудники Ну не обидно Что вот Не бросают ли тень Те кто Ну будем вещи своими именами Крышует Да вот этот бизнес Те кто хорошит аптеки Они же тень бросают на полицию Николай Олегович Правильно все говорит Но немножко Не от начала пути Чтобы запретить все это Необходимо пройти Целый ряд процедур Это делает Ни Ставропольская Дума Крывая Ни городская Ни общественные Какие-то советы Ни граждане Мы выражаем Мы предлагаем Мы пробуем Но в итоге Уже не один год Эта песня длится И будет продолжаться долго Пока мы не заставим Работать Законодательные Органы Государства То же самое Как Боролись со всеми Этими Смесями Да Курительными Годами Процедуры идут Экспертизы Проверки И так далее И так далее Смотрят Появляется новый Там какой-то элемент Еще 10 лет Его проверяют Народ травится Умирает То же самое Происходит и сейчас Для того Чтобы с этим бороться Нам надо Заставить Шевелиться Государственную Думу Российской Федерации Как Вот Уже Начинать С места Я так понимаю Посмотрел Тоже информацию Как бы Ставропольский край Он В эпицентре Как раз Этой Пагубной Всей системы По сравнению Со всей Россией Мы занимаем Валитирующее место Вот видимо Нам и придется Начать Выходить На Государственную Думу Выходить Уже На несуществующий Наркоконтроль На МВД Функции Наркоконтроля Переданы Назад Да Я думаю Эффективность Будет Гораздо Больше При мне Разделялось Наркоконтроли Раньше Этими вещами Занимались Отделы Без наркотиками Я приведу Простой пример Отдел в 10 человек При Подразделениях Милиции Выполнял Задачи Там Десятки раз Эффективнее Чем 500 человек Наркоконтроля То есть У нас Сложилась Историческая Советская Старая традиция Кто что охраняет Тот Той ворует Да Помним все это И оно Очень медленно Все это ломается А для того Чтобы поломать Надо Опять же Проявлять инициативу Не только Вот мы поговорили А уже и дальше Писать Заставлять Требовать И требовать Выполнения Наших Просьб А вопрос Какой Мы Теряем просто Динофонд Молодежь Которая должна Расти Кормить нас Стариков Защищать А она просто Не вырастает Она вся погибает На корню Из-за того Что кто-то там Фармацевты Министерство Здравоохранения Пропускают Там целая цепочка Структур Которая пропускает Все это Дрять И каждый Я думаю Не безвозмездно Это делает И Участковый Я не исключаю Какой-нибудь И прокурор Там спустя Рукава на это Смотрят И суды Некоторые Чудят У нас Нет идеального Ничего Все мы Из одного народа Есть и хорошие люди И плохие везде Поэтому надо Плохих уничтожать А хороших Ставить на эти места И заставлять Кронтролировать Все эти вещи Потому что Если пойдет и дальше Так мы просто Не будем получать пенсию Никто уже не будет работать Когда мы станем стариками Логично? Логично Логично И жизнь на этом закончится Некому не строить Не защищать Не растить Не выращивать пшеницу Не учить детей Все на этом Может печально закончиться Уже нас Пытались Открывали границы Афганские Какими только наркотиками Нас не травили Потихоньку Перебарывали Мы эти ситуации Спаивали Центральные районы России Поедите Посмотрите Там и сейчас Беспробудно пьет Еле-еле Я не знаю Как они будут выходить Страна из этого состояния Но Надо из нее выходить Иначе Нам ничего не видно Дальше Валерий Александрович Ну вот у вас Вы помощник губернатора Старопольского края По безопасности Вот мне кажется Что вот Эти препараты Которых мы говорим Они несут опасность Для всей страны Мне кажется Это национальная безопасность Здесь под вопросом Находится сейчас Вот ваша позиция Во-первых По обсуждаемой теме Во-вторых Вот с точки зрения Исполнительной власти Да Какой-то комментарий Что делать можно с этим Да Я полностью с вами согласен Что здесь Уже речь Идет Мы переходим За Наш региональный уровень То есть Вопрос идет О Нашей молодежи Это наше будущее Я соглашусь С выступающими И полностью поддерживаю Наша опора Наша защита В будущем И вопрос Национальной безопасности Можно и так сказать И исполнительная власть В лице губернатора Правительства Старопольского края Полностью поддерживает Позицию То что нам нужно Искать Пути решения Этого вопроса И Сегодняшняя наша встреча Это Один Из тех Шагов На этом пути Которые нам Необходимо найти Оставаясь В законодательной Базе В рамке Правового поля Но необходимо Эти пути искать Иначе мы Потеряем поколение Ну вот Сегодня постараемся Да какие-то пути Даня Кавалючевна Я хотел бы добавить Что что Вот допустим Как законодатель Нас интересует Прежде всего И наполнение бюджета Правильно А один из Наполнительных бюджетов Это туристы Которые едут Сегодня На Кавказские Минеральные воды А сегодня Как так получается Что во всех Республиках СКФО Лирику не продают Там главы сказали Нет И этого нет И со всех Республик приезжают Вот здесь есть Жители города Кисловодска Они подтвердят Что регионы 0,5 95 И остальные 0,7 Там и со всех Республик То есть сегодня У нас города КМВ Вместо того Чтобы приезжали Туристы Вместо того Чтобы они Оставляли Скажем так И деньги Которые пополняют Бюджет Ставропольского Края Вместо этого Города сегодня Кисловодск И Пятигорск Звучат на всю Федерацию И постоянно Какая-то Ведь эти люди Которые приезжают С республик Они приезжают Потреблять А под потреблением Это и ДТП И поножовщины И изнасилования И все что угодно Вот Да Николай Олегович Вы сказали О том Что здесь у нас Присутствуют Жители Кисловодска Я бы хотел Предоставить слово Микрофон В верхний ряд Если я не ошибаюсь То соседка Одной из таких аптек Да Вы представьтесь пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Анна Я не соседка Этого дома Я Жительница Скажем так Я выросла В этом доме Здесь В доме где находится аптека Да В доме где находится аптека Чтоб еще Еще более Все выглядело Сейчас жуть Нагоним Адрес Улица Как называется Адрес там Двойной Героев медиков 2 И 40 лет Октября 18 Улица героев медиков На улице героев медиков На улице героев медиков Как называется аптека Аптека Вот Аптека Если скажем так Ее все называют Лирика По городу Любого возьмите Таксиста В городе Кисловодске Они вам скажут Даже не называя Адреса Скажите Лирика Знаете где находится Дом Знаем Все знают Таксисты И едут туда Я бы хотела задать И депутату вопрос А можно мы вам сейчас вопрос зададим Прежде чем Вот ситуацию Расскажите Вот вы в этом доме живете Вы выглядываете в окно Насколько часто на вас взгляд Люди похожие на тех Кто приобретает лирику Заходят в эту артику Сказать честно Каждые 5 минут Я наблюдаю эту всю ситуацию Приезжает весь Северный Кавказ И приезжают не просто взрослые А дети Детям которые По 18-20 лет И дагестанские дети И чеченские И карачаевские дети И всю эту ситуацию Я наблюдаю Там и поножовщина бывает И они и друг друга пытались Был раз случай И облить бензином И убить И зарезать И я просто Мне страшно даже Заходить во двор Потому что я боюсь У меня двое детей Растут двое детей И двое парней И я наблюдаю всю эту ситуацию И я просто боюсь Что в дальнейшем Чтобы мои дети Не попробовали просто Не знаю даже как это назвать Гадость Я бы хотела задать вопрос Вот всем гостям Этой студии Скажите пожалуйста Нельзя ли вот Собирать таких же активистов Как вы И бороться с такими людьми Которые продают Эту гадость Побольше собирать Таких активистов И бороться Просто убирать Эти аптеки Как убирать Товарищ Николай Олегович Говорил бросать Бросать коктейль молотого Ну если вернуть Спросим Потому что он в прошлом Командир собрал Он знает Как поступать Если бы мне разрешили Я бы переехал танком Но у нас демократия Какое-то законодательство Если я так буду делать Я первый окажусь На скамье подсудимых Мы все считаем Что есть какие-то законы У нас Вот давайте спрашивать Кто разрешил торговать Есть какие-то нормы Почему Ни городская администрация Ваша не смотрит Которая есть там Отдел по здравоохранению Или фармакологии Кто выдает лицензии Этим аптекам Все это как бы Нетрудно Проследить оперативное сопровождение Все эти ручейки Потоки Они будут известны Если будет дана команда И соответствующие органы Будут заниматься этим Проблем никаких нет Надо просто добиться Выполнения И добиться результатов Ну видимо так ставят задачи Что задачи выполняются Таким образом Что это счастье У вас продолжается бесконечно Давайте начнем спрашивать Вы говорите С ваших органов Внутренних дел Прокуратуры Я так понимаю Что неоднократно Обращались И писали уже везде Ответы есть какие-нибудь По этому поводу Какие ответы вам приходят Ну ответы говорят Мы будем бороться Что мы делаем Будем бороться Будем бороться У нас есть активисты Которые борются с этим Борются Почему нельзя собирать Вот вы Как сотрудник полиции Почему нельзя собрать Еще такого же человека Найти Сказать Давай будем бороться В рамках закона Не надо идти Кидать коктейли Молотова Коктейли Молотова Там танки ставят Гранаты кидать Просто в рамках закона Писать куда-то свыше Чтобы люди выполняли Свои должностные обязанности Добросовестно Если не выполняют Давайте убирать этих людей Ставить те Кто будет их выполнять Вот и все Присажитесь пожалуйста Да у нас еще вопрос Здравствуйте Ну и присажитесь Можно сидеть Здравствуйте Меня Без почестей Говорите-говорите Меня зовут Али Мурат Я руководитель Общественного движения КМВ территория жизни И я хотел бы сказать Что Вы сказали администрация Да администрация города Кисловодска Она с первого дня помогала Всегда поддерживала И мы когда вынесли эту проблему Уже за пределы города Потом вынесли эту проблему Уже получается За пределы региона И мы видим Что эта проблема Она не решается В рамках региона Мы хотим донести Сейчас наше послание До президента Собираем подписи На данный момент Потому что мы считаем Что только президент Сможет повлиять На эту ситуацию Мы были уже Как вот говорил Николай Олегович Были у губернатора Я лично был У полпреда в резиденции На эту тему мы общались Поэтому мы увидели Что эта проблема Не в рамках города Или региона Нам нужно Застучаться до президента Они собрали Две с половиной тысячи подписей И две с половиной тысячи Людей Которые живут в Кисловодске Они Получается Их голос Ничего не значит Что надо идти Сегодня к президенту Там же есть Какая-то власть На местах Которая должна Принимать решение Почему мы должны Обращаться к президенту И Да Поэтому Все Продолжим Да Поэтому хочется сказать Что прежде всего Кавказ Это не санаторий и горы Кавказ Это прежде всего люди Знаете И сейчас много говорят О патриотизме Патриот Это кто? Кто любит родину А что такое Любить родину? Это любить людей Поэтому Надо эту проблему решать Пока еще есть Кого спасать И есть кому помочь Спасибо Микрофончик Да Передайте Представьтесь пожалуйста Захарова Оксана Александровна Региональная общественная организация Здоровое Ставрополье Я работаю с родителями Зависимых детей Они приходят на консультацию Я хочу сказать Чтобы Ну как бы Услышала то Что насколько это Долго Я вот сейчас Извините Я услышал Что вы работаете с родителями детей А это действительно дети Да Сколько лет Дети Вот рядом со мной Сейчас будет говорить Ребенок Который 7 лет Употребляет Я хочу просто Сакцентрировать Сейчас Что мы сейчас Говорим Что мы можем Там нужно Дойти До госдумы До еще Что это долго Я сейчас Я сейчас Сижу Проблемы Ребенок Ребенок Только вот Были похороны Она пришла Ну он Ну он так Ну он так и не вышел Из комы Он умер Я хочу Просто Сакцентировать На том Что это До такой степени Проблема Которую Срочно Это не то Что обращаясь Просто к тем Кто смотрит Что вас не коснется Этих детей Все родители Сюда Ко мне на группу Приходят родители Которые просто Не могут прийти Это публичные личности Это такие семьи Которые никогда Не думали Что в их семьях Появятся наркоманы Они их воспитывают Любят Вкладывают в учебу Все 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 И оп И Это Одна сигарета Одна таблетка Сейчас Владу Вот передам трубку В семь лет Ребенок Начал употреблять таблетки Это доступность Аптек Давайте как раз С Владом Сейчас и поговорим Влад Действительно А сейчас сколько лет тебе? Сейчас мне 17 лет 17 лет И начал употреблять В семь лет Первый раз я попробовал Таблетки в семь лет Мне предложили друзья А какие друзья? Сколько друзьям лет было? Друзьям Мне было Когда мне было семь Им было Девять Десять лет Они уже легко брали Препараты В аптеках С десяти лет С одиннадцати Я начал брать сам Когда меня уже знали в лицо Продавцы Я подходил Квал деньги Просто говорил Такую-то Такую-то дозу Они уже понимали сами Это где? И отдавали Город Пятигорск Вот У меня были суициды тоже У меня были передозировки У меня очень мучилась долго мама Смотря на меня Как я умираю И благодаря маме И благодаря Спасо-Преображенскому Реабилитационному центру Я выбрал трезвую жизнь И живу И дышу И я очень благодарен тем людям Которые остались со мной Которые помогли мне встать на ноги У меня все И во сколько Во сколько Во сколько лет Перестал употреблять С четырнадцати лет Я уже ничего не употребляю Это вот Исключительно Исключительно Благодаря помощи мамы Сам уже не мог Прекратить Нет К сожалению не мог Друзья Друзья остались Друзья Очень много друзей Помирало Он же урастался Почему У него мама Медицинская Хирургическая сестра И она несколько раз Его возвращала Из передозировки Откачивала И вот Четырнадцать лет Его привезли к нам Ну давай Уже если мы уговорим Да Таких жутких моментах Вот из друзей Которые у тебя были Из тех друзей С которыми начинал Которыми угощались Семь друзей умер Все живы здоровы Сколько Семь друзей Осталось двое Осталось двое Статистика Уже тоже в печальном состоянии Статистика неутешительная Но есть возможность По своим стопам В реабилитационный центр Не хотят Ни в какую Водители тоже боятся Да пожалуйста Вот сюда микрофон Сейчас передадим В эту сторону Аудитории Добрый вечер Владислав Грушевский Руководитель коллеги адвокатов Тема абсолютно Правильная Абсолютно Своевременная Даже может быть Немножечко с опозданием Она поднята Но тем не менее Слава богу Что ее вообще Вот Эту тему подняли Что касается Конкретного препарата Мы все знаем Что наркомания Это смерть Наркомания Это гадость Наркомания Это по сути Прекращение Существования нации Если она будет Разрастаться Я немножечко Не соглашусь С моими коллегами Вот По поводу Работы Определенных Правоохранительных органов Немножечко поправлю Я считаю Что касается Госнаркоконтроля Там Масси свои Достаточно порядочные Хорошие люди работали Которые боролись С этой бедой Не важно Что их там сейчас Будет обработать МВД Смысл в том Что на сегодняшний день Нет законодательной базы Для борьбы С этим препаратом Мы сейчас можем Сжигать аптеки Мы сейчас можем Ругать ППСников Участковых Снательщиков Начальников полиции Милиции ФСБ Кого угодно Но И письма писать И собирать подписи Но для того Чтобы это действительно Подействовало Вот сейчас Как мы начали Бить колокола Вот Именно по этому препарату Необходимо Я считаю Прежде всего Правильная Законодательная Инициатива У нас И городские думы И думы Субъектов Обладают Таким правом Вот мое предложение На сегодняшний день Абсолютно правильно Высветили проблему И эту проблему Изложить на бумаге В качестве Законодательной Инициативы И с этой Законодательной Инициативой Выйти В Думу Российской Федерации А если Скажите Какие-то органы У нас власти Возможно полиции Эти полномочия Будут переданы Которые могут Проводить Контрольные закупки Например Потому что Мы сегодня Звонили В органы Которые проверяют Аптеки Мы приходим Проверки При нас не покупают А саму Эту контрольную Закупку Провести мы не можем Потому что Не в наших полномочиях Есть МВД Они совместно Могут проводить Все эти мероприятия Ну вот этот вопрос Мы 9 числа Тогда Александру Григорьевичу Зададим Вот микрофончик Пока здесь есть У нас Представьтесь пожалуйста Спасибо за предоставленную Возможность Меня зовут Никулин Юрий Анатольевич Координатор Народно-освободительного Движения В Ставропольском крае Вот Чрезвычайно важнейшая проблема То есть по сути Все единодушно Выразили мнение о том Что идет Открытый геноцид Просто геноцид народа То есть Действительно Уничтожается Лучший генофонд То есть уничтожается Молодежь И вот Мы сегодня Будучи перед программой В соседнем помещении Поставили такой вопрос А вот Как это все Стало возможным Вот предыдущий оратор Правильно сказал Вы понимаете То есть как это Стало возможно Что вся законодательная база У нас Как-то одночасье Исчезла То есть Быть может Стоит вернуться В тот момент Когда Эти все законы Переписывались То есть когда По сути в стране Скажем так У страны Отняли право Принятия решений И это же произошло После того Как Американские партнеры Написали нам Нашу конституцию А потом И все кодексы А потом И законы О чем они Сами говорят Вы понимаете То есть И нужно возвращаться В эту точку И только оттуда Решать вопрос И поэтому Сейчас Скажем Наши коллеги Они И настаивают На Ну скажу так Мягко Внесение Некоторых правок В основные законы Вот пока так Вопрос понятен Если кто-то Желает ответить С отправной точки Сколько лет Существует Наша страна Сколько Современно Конечно Ну давай Как Непонятно Как она называется Непонятно Какие у нее Функции Задачи До 25 лет 25 лет Из них Из зала Микрофончик Да пожалуйста Я дополнение Тогда скажу Коробки Тема демографии Скажем она Ну Очень знакомая И близка мне Так вот я скажу У нас С 91 года До 2000 Середины 2000 лет Ежегодно Убыль населения В стране Составляла 1 миллион И более Человек в год Вдумайтесь в цифру Такой город Как Ростов-на-Дону Ежегодно Исчезал С карты России То есть Миллион Человек в год Только в 12 году В 12 году Мы вышли на нулевые Показатели То есть у нас Смертность Да Смертность у нас Снизилась И в то же время Подросла рождаемость Благодаря Определенным Программам Которые были Инициированы Нашим главой Государства Так вот Да И вот сейчас Потихонечку Потихонечку Мы идем в плюс Но этот плюс Он настолько Незначителен Понимаете То есть там 40 тысяч в год Но есть Да Он есть Это оптимизм Внушает Сейчас слово Слово постараемся Предоставить Всем Сейчас Сергей Анатольевич Да Пожалуйста Николай Ильич По этой ситуации Как оно получилось Вы Все Достаточно Взрослые Здесь Помните Что происходило 20 25 лет назад Да Нас Практически Не существовало Уже СССР Развалилась Непонятно Куда мы будем Разваливаться Дальше Да На отдельные Там Княжества Республики Там Что угодно Там Острова Или куда Удобно Сколько мы В таком состоянии Жили У нас Правил балом Да Государственный Департамент У нас Во всех Государственных Учреждениях Сидели Советники Американские У нас На сегодня Пятая колонна Болотная площадь А есть Такая еще Шестая колонна Которую посадили Вот это 15-20 лет назад Во все Учреждения И они Продолжают Там Упорно Сидеть И выковырить Их Достаточно Сможно И Я считаю Что Как раз Заторможенность Всех этих Законооборотов Которые Помогут нам Справиться С угрозами Внутренними Нашими Это наркомания Алкоголизм Болезни И всяческие Это как раз Работа Этой Шестой колонны Потихоньку Ими занимаются Мы видим Там Посадки Происходят Но Быстро Это произойти Не может Потому что Это очень долго Заполнялось И заполнилось Очень капитально Побороть Все это За один день Не получится Никогда Ну откровенно С вами Разговорю Все мы взрослые Об этом мы все Говорим на кухне Но вслух Об этом Стараются все Не говорить Как бы Очень сложно И будем Стараться Бороться Будем двигать Все это Убирать И после Того Как мы Эти конюшни Немножко Очистим Тогда мы Начнем Немножко Думать О себе Работать Заниматься Своими людьми А пока Все инициативы Нормальные Которые идут На пользу Государству Они Этими коллегами Нашими В кавычках Губятся В разные Стороны Направляются Но только Они туда Куда Надо Спасибо Я хотел бы К вам Коллеги Обратиться Если есть что Добавить Вы прямо Без конферанца Следующий вопрос Добавляйте Давайте Вот вы А потом Вопрос Мужчине Передайте В левом Добрый день Меня зовут Алибек Узденов Карачао-Черкесская Республика Член молодежного Совета Прилоговик Карача-Черкесской Республики У нас В регионе Проблема Незаконной Продажи Лирики Вообще Кадрина Содержащих Препаратов Практически Решена На 90% Я могу рассказать Как это происходило Очень интересно Несколько лет назад Два-три года По-моему Прошло К нам пришел Новый министр Внутренних дел Казимир Халисович Буташев Ныне Генерал-майор И С ним же Пришел Его заместитель По Экономическим Преступлениям Хусей Сафарович Узденов Который Был Впоследствии Назначен Как бы ответственным За вот эту проблему В регионе С чего все началось Во-первых Была Выявлена проблема Того что Нельзя Найти тех людей Которые употребляют Эти препараты Нельзя у них в крови Обнаружить Кадеин И так далее Хусей Сафарович Лично Поехал к мэру города Поговорил В общем Нашли средства Купили этот препарат И сегодня Все школы Карачао-Чешкейской Республики Поэтапно Проходят проверку Ну она вроде как Добровольная Но Сами понимаете Когда Родителю Приходят Говорят Нужно что Твой сын Там и дочь Прошли тест Да Он вряд ли откажется Потому что Сразу на него Там попадет тень Ну да Не скажу Не проверяй С аптеками Как это было? Я лично Не продают Не продают По рецептам Или не продают Вообще Не продают Незаконно Если продают То продают Каким образом Это удалось? Ну я скажу так Я сам лично Ходил Делал контрольные Закупки Я сам лично Прятал камеру В пиджак Передавал материалы В МВД Потихоньку Потихоньку Ну вы видели Да реакцию МВД На вот это видео Которое Вы снимали? МВД МВД готово К сотрудничеству Вообще В полной Мере То есть Никаких проблем Почему сегодня У нас Мы пишем На полицию И они говорят Это не к нам А кровь Я вам расскажу Дело в том Что по административному Кодексу Аптека Которая нарушает Регламент продажи Этих препаратов Попадает Под штраф 60-100 тысяч Рублей При этом В неделю Доход от продажи Лирики Минимум 250 тысяч Рублей Они просто Платят штраф Периодически И торгуют Дальше Были случаи Попадания Это лишение Лицензии Лишали лицензии Есть у нас Злостые Вы говорите Пока так Что невозможно Понять Как закрыли Как перестали Продавать Что случилось Что перестали Продавать Почти перестали Почему Понятно Доездить Во-первых Стали работать С обществом То есть Стали распространять Фотографии Информацию О тех лицах Которые занимаются Этим делом Которые Сосновняют Хозяев аптек Получается Перестали Покупать Не только Хозяев аптек Стали распространять Информацию О тех Владельцах Помещений Которые Сдают в аренду Владельцам Аптек Площади Которых Они торгуют То есть Люди Перестали Сдавать Площади Стали Работать С народом И у нас На сегодняшний день Осталась Только одна Женщина Злостная Нарушительница У нее Несколько раз Отбирали лицензию В последний раз Она ее Восстановила Через суд В Сарапольском крае Ну хотя бы одна Я вот попрошу Сейчас вот сюда Передать микрофон Я хочу дополнить Что Вот в Кисловодске В Кисловодске Хозяин нескольких аптек Которые продают Он армянин И я прямо С телевидения Со страниц Соцсети своих Я обратился К армянской диаспоре Может быть Сегодня армянская диаспора Своего земляка Образумит Сегодня есть более законные Способы зарабатывать деньги Но на сегодняшний день Пока тишина Ответа не привета От них нет Вопрос еще задам Нам задали вопрос Ватсапе Я напомню 8 962 020 26 26 Повесьте пожалуйста Уважаемый товарищ режиссер Номер телефона Чтобы запомнили Насколько эффективно Николай Олегович К вам вопрос Насколько эффективно Бороться с наркоманией Ипотажными шокирующими способами Как ложиться в гроб Я напомню Была такая акция Что возле аптеки В Кисловодске Не просто эффективно А это самое эффективное Потому что Для людей Для молодежи Это шок Вот я знаю Допустим студентов Которых повели В морхе показали Легкие курильщиков И 95 процентов Бросили курить Когда мы этот гроб Выставили И сказали По молодежи Что это вы думаете Вы шутки играете А посмотрите Чем дело может быть Кончится У нас есть серьезные данные О том что Огромное количество Молодежи После этого завязали Я напомню 8 962 020 26 26 Вайбер пишите Пожалуйста Микрофончик у вас Юрий Березин Направляющий для вами Старопольского Городской коллеги адвокатов Знаете что Самая ужасная В этой ситуации Что лирика До сих пор является В первую очередь Лекарством А не наркотиком То есть Потому что Есть бумага Бумага официальная Выданная Министерством здравоохранения Росздравнадзором Называемое Литерационное Достоверение Лекарственного средства То есть Там четко прописано Что лирика Лекарства И перечень Собственно говоря Тех заболеваний Которых она Якобы является Панацеей Соответственно Какое-то время Какое-то время Буквально по-моему До 14-15 года Она вообще продавалась Без рецепта На первом этапе И лет 5 или 6 Представляете Когда люди к ней привыкли То есть Лирика уже стала Слово лирика уже Поменяло смысл Полностью То есть Лирика ассоциируется Уже Называются Такими Сложными названиями Не выговоришь А здесь лирика Красиво звучит Хорошо Добро Вот Ну я не об этом Сейчас говорю Проблема в чем Что вот это Листерационное Достоверение Министерства здравоохранения Оно же как-то Получалось Прогично То есть Что являлось Основанием Для выдачи Вот этого Самой бумаги Как для покупки Квартиры Для выдачи Розового средства Да там То что было раньше Является Основанием Договор купли-продажи Так для выдачи Резистерационного Достоверения Минздрава Основанием Является Протоколы Медицинских Исследований Препарата Вот И вот здесь Надо на самом деле Сказать корень проблемы Потому что Протоколы эти проводятся И как проводятся Эти исследования Ну мы Мемера представляем То есть Даже вот Я могу показать бумагу Но дело не в этом Знаете Что самое интересное Что Государство здесь Никакого Никакой роли Вообще Абсолютно не играет То есть Исследования Медицинские Производитель Спонсор Такое указано Прямо на Клитной Амблисте И любое Ну в данном случае Фазер Либо через своих Представителей То есть агентов И собственно Второй стороной Этого договора Который заключается Между Фармацевтами И Медиками Скажем так Врачами-убийцами Да Является Любое медицинское Учреждение Не важно Какая форма Частная Частная Государственная Полугосударственная Это уже Ну не важно Главное Чтобы оно соответствует Каким-то формальным требованиям Вот И Интересный момент Интересный момент Там куча Бывает ссылок Что в принципе Американские И российские исследования Относительно препаратов Ну должны совпадать Люди-то везде Принципе одинаковые То есть там у всех Есть нервная система Как минимум Правильно Вот И Просто Как очень пример Позвольте процитировать Буквально Вот Три строчки Вот Выдержка Из Российского Исследования Немногочисленные Негативные Эффекты препарата Бывают Только у людей Пожилого возраста При назначении Неадекватно Высоких доз В экспериментальных Исследованиях Пригаболин Не продемонстрировал Субъективных Или покрепляющих Эффектов Которые обычно Ассоциируются С подобного Рода препаратами То есть Просто Замечательный препарат Панацея А в то же время Американские Ассоциации Пишут Что это Вот Сообщает Одинство контроля За лекарственными Средствами Печевыми продуктами США Сообщает О повышенном риске Сутицидального поведения Сутицидальных мыслей Употребляющих Самый препарат То есть условно говоря Я все-таки к чему говорю Что На этом этапе Надо реально проверить Если мы Действительно Эти исследования Эти протоколы Проверим Изучим лирику Именно открыто То есть Чтобы все Под контролем Общества Государства Вот где надо Сколько Понимаете На самом деле Ну я Юрий Хотел бы дополнить Что Что вот Фармацевты Сегодня же Те врачи Которые Выписывают Лирику То есть Изначально же Ее От снятия Судорог При эпилепсии А сегодня Ее выписывают И от бессонницы И от депрессии И там Растяжение суставов Переломы Онкологии То есть Те врачи Которые Выписывают Лирику Они имеют Процент С продаж А вообще Лирика Это неврологическое Средство Изначально Это было Неврологическим Средством То есть Для лечения Эпилепсии И судороги Все Давайте Мы уже Передадим Слово Соседки Аптеки И тогда И уже Вам слово Дадим Хорошо Я хочу Задать Сотруднику Полиции Вопрос Он не сотрудник Полиции Он бывший Сотрудник Полиционный Депутат Скажите Пожалуйста Вот как Как может Наши сотрудники Делать Госзакупку Если Их допустим Вот всех Наркоманов Вот нашей аптеки Их все знают В лицо Они приходят Они не могут Сделать эту Госзакупку Потому что Они видят Что это Сотрудник полиции Приходит Хороший В хорошем костюме Сотрудник полиции Говорит Продайте мне Пожалуйста Столько-то Столько-то Лирики Я вам с удивлением Это сделать Не сложно Они знают Они знают Каждый В лицо Они каждых Знают В лицо Вот предыдущий Мальчик Говорит Я сам Закупал Я сам Сергей Арнольевич Вместе Сейчас Стараемся Удивить Да У нас Наш корреспондент Ольга Облогина Которая Поверьте Хорошо Выглядит Она обошла Несколько аптек И накупила Лирики То есть На самом деле Проводить Контрольные Закупки Можно Нужно Только Желание Нужно Только Желание А Всех сотрудников Значит Им Говорят Наверное Что сотрудник Не может Купить Была При мне Даже Раз История Что сотрудники Пришли Пытались Сделать Закупку У них Это не Получилось И они Задавали Нам вопрос Говорит Вы действительно Забыли Снять Форму Микрофон 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 Вот Реланиум Попробуйте Достать Реланиум Не достанете Никак Эфедрин Помните Время Когда Винт Был распространен То есть как-то с этим Именно На федеральном уровне Решили проблему Почему Просто привели Из одной категории В другую Сейчас нет Можно мы сейчас Передадим Уже Потом к вам Вернемся Пример Хорошо Пример Если можно Тогда микрофончик Назад Передадим Коротко Пожалуйста Значит Вот Хороший Подняли вопрос То есть Как решать вопрос Я напомню Что в середине 2000 Был препарат Не буду его называть Название Известный Французской Компанией Он тоже был Из этой же группы Вот Его тоже называли Незаменимым Вот Но поверьте Также Пожалуй 95% потребления Шло вне медицинских целях Точно так же Было принято Вот После выступления Общественности И после того Как была показана Статистика Его употребления Принято было решение Включить его В тогдашний перечень Так называемый Постоянного комитета По контролю наркотиков ПККН И вот Знаете Такое событие произошло То есть Сама фирма Производитель Она выпустила Пресс-релиз В котором Сказала Вы знаете Ну Скажем так Завуалированной форме Мы его просто Снимаем с продаж Российской Федерации И все Понимаете То есть Вопрос был решен Понимаете То есть Видимо Компании дороже Становится Его учитывать Его продвигать И прочее То есть Мы не говорим Я просто Прошу еще раз Вернуться в конструктивное русло Запретами Не надо вопрос решать То есть Действительно Есть категории людей Например То есть Ну вот По данным Которые были озвучены Там полторы тысячи упаковок Да В крае Говорят Вот нужно Ну Допустим Может быть Даже и две тысячи упаковок Я тут могу Как говорится Говорить Но вопрос в том Что действительно Нужно поставить Четкий учет И ответственность За реализацию Не медицинскую Вот этот вопрос Нужно и обсуждать Спасибо Вот вопрос Пожалуйста Парни Сейчас передадим Да Садьян Лишь добавьте Пожалуйста Вы хотели добавить Вопросов очень много Ну Основной вопрос Это Соблюдение законов Я приведу вам Пару примеров Из нашей Бывшей истории Узбекистан Самая Угоняемая По автомобильному Транспорту Территория Сегодня там Не угоняют Вообще машины Почему Почему Наказание От 15 лет И выше И все Выполняется Машины Бросаются Где угодно Открытый Подходи Бери Но никто Не хочет Брать Потому что Наказание Неизбежно Белоруссия Там очень Строго Даже наша Не очень Понятная Грузия Не очень Любимый Саакашвили Но Полицию Перестроили И на сегодня Никого не заставишь Там не брать Взятки Ничего В серые отделы Они В стекле Все все Видят Все осознают И Самое Большое Доверие Полиции Как раз Нашему Может быть Удивлению Это на территории Грузии Есть страны Где за наркотики Отрубают руки Их действительно Отрубают Всем подряд Принцы Там не принцы Иностранные Турицы Американец Или кто Или сажают Пожизненно Если будут введены Соответствующие законы И они будут выполняться Все будет хорошо Но до этого Нам надо добиваться Вот единственная Наша цель Представьтесь пожалуйста Меня зовут Михаил Я руководитель Центра реабилитации Наркозависимых Город Пятигорск Межрегиональная Общественная Организация Здоровое поколение Кавказа Я сам в прошлом Зависимый Употреблял Лирику Несколько лет Просто сейчас Как бы услышал я Такую информацию Ну по данному препарату Что он как бы Не вызывает никаких Побочных эффектов То есть если Употреблять его По назначению Ну скажем так Около 6 лет назад Я думаю действительно Он продавался Во всех аптеках города Без рецепта Потому что я Свободно Открыто его покупал Для чего Ну снять Покупал лирику Да вы Покупал лирику Да То есть для того Чтобы снять Какое-то нервное напряжение Стресс Допустим Чем вы занимались Что так нервничали Да в принципе Так как бы Я ничем не занимался Что так нервничал Все мои друзья Кто-то допустим Выпивал Кто-то там Занимался спортом Я не занимался Ни спортом Не выпивал То есть у меня Ну вот в таком русле Как бы я производил Психологическую разгрузку То есть я употреблял Этот препарат Чтобы ну спать Как бы там Ну и в принципе Он вызывал ощущение Эйфории у меня Через некоторое время У меня появилась Ну очень страшная зависимость То есть Избавиться от нее Я сам не мог Появились головные боли Бессонница На этой почве Я начал употреблять алкоголь Ну вот Все это сопровождалось Галлюцинациями И опять же От употребления лирики У меня было несколько раз Ну попытки суицида То есть я пытался И выпрыгнуть из окна И резал себе руки То есть Вот в таком вот ключе Многие из этих моментов Я просто не помню Вот это Как бы мои родители Все видели Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Светлана Юрьевна И я мама Этого молодого человека Ну Я не буду рассказывать вам Всех тех ужасов Которые нам пришлось Пережить в нашей семье В связи с тем Что сын употреблял Множество разных таблеток И в том числе И лирику Я скажу Что это очень страшно Страшно Когда на твоих глазах Сын собирается Выброситься С девятого этажа Страшно Когда он Закрывшись в туалете Режет себе вены Это все очень страшно Страшно Когда он пропадает Из дома На несколько дней Потому что он теряет память И он не помнит Кто он И откуда он Вот Поэтому Как удалось Как удалось Побороть с вашим участием Сам решил это Вы знаете Дело в том Что Я думаю Что он и сам Уже столько натерпелся От употребления Всех вот этих вот Препаратов Что он уже и сам Хотел Избавиться от этой Зависимости Естественно Что мы С отцом Помогали ему Как могли Мы ходили И к психотерапевту И в конечном итоге Вот Мы вышли на Спасо-Преображенский Реабилитационный центр Где он проходил Реабилитацию Проходил реабилитацию Два раза Вот сейчас Вот после второго Раза Можно сказать Успешно Вот И вот Я как мать Думаю От своего имени И от имени Думаю Многих матерей Которые находятся В этой проблеме Хотела бы Обратиться К работницам Аптек Потому что Это В основном У нас женщины Девушки Которые Являются Читым Матерями Женами Сестрами Что Прежде чем Продавать Вот эти запрещенные Препараты Они бы задумались Без рецепта Без рецепта Продавать эти запрещенные Препараты Они бы задумались Над тем Что Они несут в чью-то семью Очень большую беду Очень большое горе Возможно Даже смерть И Ведь Может случиться Так Что Может случиться Так Что Эта беда Придет И к ним В дом Придет В дом К их близким Родным И Поверьте мне Поскольку Я все это испытала Наша семья Все это испытала Это будет Очень страшно Я сейчас Спасибо вам большое Спасибо за Откровенные слова Предлагаю Как говорят Наладили Наладили связь Наладили связь Павел Игоревич Пятницкий Вот что он нам сказал Попробуем еще раз Во-первых Я считаю Наркоманию Проблемой Сродни терроризму И бороться с ней Нужно так же Мы знаем Что спрос Рождает предложение Но в данном случае В борьбе с наркотиками С медпрепаратами Которые в качестве Наркотиков Употребляются Люди Нужно бить Не по спросу А по предложению Все вот эти истории Что мы сейчас Молодежи расскажем Как это плохо Расскажем Что с ним бывает Покажем Как наркоманы Загибаются Мы уже понимаем Что это не работает На мой взгляд Нужны жесткие меры К распространителям Наркотиков К дилерам Так называемым А так же К тем Аптечным сетям И иным фармацевтическим Компаниям Которые Продают Ту же лирику Другие какие-то препараты Таблетки Настойки Из которых Потом вываривается Зелье Вот это Которое Губит Нашу молодежь То есть Это настоящий Геноцид Только жесткие Срока заключения Я бы вел Вплоть до Высшей меры Наказания И отменил бы Мораторий На смертную казнь Для тех Кто регулярно Занимается Распространением Наркотиков Кто губит Нашу нацию А удар по молодежи Прежде всего Страдает от этого Молодежь Я считаю Это удар по нации То есть Можно говорить О геноциде Сейчас мной В руководстве МВД ФСБ Доложена эта ситуация На Ставрополье И те люди Которые Прямо скажем Крышуют лирику На территории Кавнинвод На территории Ставропольского края Они не должны Радоваться Упразднению ФСКН Во-первых ФСКН Еще до декабря Будет существовать Не успели А не передать К 1 июня Свои полномочия МВД Но у министра Внутренних дел У руководства Министерства Внутренних дел У смежных Силовых ведомств Настрой в этом плане Боевой Итак У смежных ведомств У руководства МВД Настрой в этом Силы боевой Давайте У нас осталось 6 минут До конца программы Будем переходить Сейчас постараемся Максимально Конструктиву Да Сейчас вам несколько слов И конструктиву Нам к концу программы Вот какие-то Возможные пути Да Пути выхода И ситуации Галов помощник атамана Ставропольского округа Градус дискуссии Не позволяет выразить Все возмущение Которое сейчас кипит Все за Но ничего не получается Вот в чем проблема Мы столкнулись С опаснейшим врагом Который сидит Внутри нас Который разъедает Нас изнутри Который до недавнего времени Миллион человек в год Забирал Способствовал этому Понятно Слезы и боль матерей Они потеряли Самое близкое Самое дорогое Что у них есть Казаки тоже пикетировали Аптеки Спасибо Николаю Олеговичу Вместе с ним Стояли в Пятигорске Благодаря атаману Горячеводской станицы Вместе с этим Гробом были И вместе помогали Все И не только в Пятигорске В Ставропольден Выход какой один Что сделал я для этого Простой пример Село в Ипатовском районе Очень аккуратно Обтекаемо Купила семья Ведущая довольно таки Подвижный образ жизни Дом Через неделю В этот дом Стали стекаться Покупатели За марихуаной Что дальше делать Атаман Дейспособный Боевой Видит это И знает Определил Возле этого дома Сегодня ты Завтра ты Завтра ты Собираетесь Втроем И поете песни Казачьи песни Берете гармонь Садитесь у него Перед входом На скамейку И после работы С 8 до 24 Поете песни Сели в первый день Один идет С одного угла Другой О Петя Вася Ты что сюда идешь Да я вот тут Что-то там забыл Хотел спросить Не давай Разворачивайся Иди к себе На другой день Этот 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 Там дежурит И такая же вереница Тянулась Тянулась Сколько вы думаете Они прожили там Полтора месяца Сколько пропели вы Пропели полтора месяца А люди пропили дом потом Потому что нет у них дохода В этом месте получается Продали дом И уехали в другое село Спасибо Сейчас слово передадим обязательно Сейчас Антонию пожалуйста Отцу Антонию передайте Священник Антоний Скриников Руководитель молодежного отдела Старопольской епархии Знаете я хотел бы О трех аспектах сказать Я вот сейчас слушал здесь И пытался вспомнить Я Николая Новопашина Знаю уже 12 лет И за эти 12 лет Что меня удивляет Мы наверное с ним Несколько десятков раз Обсуждали эту тему На различных совещаниях Круглых столах И так далее Вот я понимаю Что прошло 12 лет А ничего не меняется И вот мы же знаем Что у нашего государства В хорошем смысле Есть хороший Репрессивный аппарат Разные органы И так далее И вот как-то Мне со стороны кажется Странно Что мы годами Обсуждаем эту проблему И я уверен Что через 10 лет К сожалению Возможно мы опять соберемся Чтобы опять обсудить Что делать Это первое Второе Мне кажется Что у нас есть Некая такая коллизия Какая-то То есть если Человек убивает человека Ножом Ему дают 15 лет Если аптека И убивает 20 человек Он плачет Страв полторы тысячи То есть В чем логика Ну и третье Я хотел бы поддержать Маму Которая выступала Обратиться И к владельцам аптек И к аптекам Вы знаете Для каждого из вас Уже уготовано место в аду На самом деле Это вы здесь можете Дать взятку Можете откупиться Можете договориться И так далее Когда вы предстанете Перед Богом У вас не будет Юридических агентств У вас не будет Ваших денег И так далее Вы за каждую смерть Будете отвечать уже Перед Богом Владимир Михайлович Пожалуйста Сейчас Извините Так как мало времени Буду краток Значит Только жесткие меры Беспощадные Только панический страх Тюрьмы Смерти Близких Они думают Не коснуться Только их детей Родственников Племянников И так далее Сегодня По решению Вчерашнего нашего заседания Мы до полночи заседали Активисты Я полубояринка Владимир Михайлович Забыл представиться Я сегодня Проехал С группой поддержки По 25 аптекам Нас уже В половине аптек Ждали То есть Наркодилеры Их служба безопасности Лазучики Не знаю Всех уже предупредили Среди вас кто-то был Нет Да Слава тебе Господи Вроде нет Но В одной аптеке Только сказали Вы знаете Закончилось Я сегодня Перед передачей Поехал туда 15 минут Постоял Выходит Специфической внешности Товарищ Я не стал заходить В аптеку Выходит Это Я говорю Слушай Трубы горят Дай мне это Вот я у него купил Вот эти вот препараты Лирика Первый раз держу В руках Слава богу Что это не наркотик Потому что я был Уголовным преступником Держа Вот это А название Это же какой-то там Капсула 300 Причем Задавали вопрос Я заходил И говорил Дайте мне 300 Я говорю Лирика Вы знаете А что вы Утром Мы вас ждали То есть Только Репрессивными Жесткими мерами Запретить Вот как Новопаший депутат Говорит Все запретить Потом разберемся Кому Можно Кому Нужно Доставим Домой Купим Наймем Курьеров Которые будут Больным Развозить Это будет дешевле Чем похороны Тысяч людей Тысяч План Далласа Американский О нем Никто не вспоминает Уничтожение России В действии Через наркотики Пьянство Алкоголизм Проституцию И так далее Спасибо Спасибо Валерий Александрович Вы хотели добавить Да что-то Я хотел добавить Я присоединяюсь Вот К маме Молодого человека И к сказанному Отцом Антонием Что помимо Суда Уголовного Есть еще Суд Моральный И должны Задуматься Те Кто продает В аптеках Непосредственно И хозяева Этих аптек О том Что вот Сказал Отец Антоний Что не все Деньгами Измеряется Этими прибыли Потом Может наступить Такой момент Что никакие деньги Не спасут И не помогут Не восстановить здоровье Не тем более Когда предстанут Спасибо за мнение Ну вот извините Сейчас вот отсюда Сейчас одна реплика Буквально Будем закрывать Меня зовут Мадина Я общественный деятель Я скажу так Что мне пришлось В принципе Общаться с одной девочкой Я лежала в терапии Привезли девочку Опухшее тело Полностью Врачи даже не знали Куда поставить Ей капельницу Вот И когда мне разрешили К ней сесть Следить за ней Она плакала И говорила То что Да Начиналось все С травки Она курила травку Потом дальше Больше Перешла даже На лирику Дальше Ей уже надо было Еще что-то Дошло до такого Что она уже Зная Что она умирает Она говорила То что родители Замыкали ее на ключ Вот Никуда не пускали На самом деле Очень страшно Выглядела она На следующее утро Ее не стало Я скажу так Что Каждого родителя Должно это Касаться В принципе Это каждая семья Должна думать об этом Не только законом Надо В принципе Вот это соблюдать Но и Воспитательными мерами Насколько я знаю Что уже открыто Где-то Наверное 14 реабилитационных центров В помощь Наркозависимым Они могут обратиться Туда Если они видят То что Дети Уже страдают Дети Уже на стадии То лучше Действительно В центр лечь Спасибо большое Мадина Спасибо Наша программа Подошла к концу Так незаметно Час В такой Возможных местах Даже неприятной беседе У нас произошел Я думаю Что можно тысячи Таких историй услышать О которых Мадина нам рассказала Даже От присутствующих Здесь В рецептале Реабилитационного центра Не один десяток Таких историй Расскажут В очередной раз Мы встретились В очередной раз Поговорили На этот раз Я уже говорил Что наша корреспондент Ольга Облогина Она снимала Специальный репортаж Она в городах Кавказских Минеральных вод Заходила в некоторые аптеки Покупала препараты Легко покупала Эти препараты Кстати В аптеках И хотя ее там не знали Она в первый раз Съемки у нас есть Съемки у нас есть И вот этот материал Ольги Облогиной И видео Вот с этой беседой Которая у нас произошла Мы в рабочий день Это понедельник уже будет Передадим в правоохранительные органы В прокуратуру Для проверки В прокуратуру И Росздравнадзор Если Росздравнадзор К нам сегодня не пришел Так получилось То мы сами придем к ним В понедельник Для того чтобы отдать Материал для проверки Пускай проверяют Мы говорили адреса аптек Мы говорили где все это находится Надо чтобы прокуроры К ним вещали вы Вот они Вот они Вот они есть герои Герои здесь Герои перед вашими глазами Уважаемые сотрудники прокуратуры И Росздравнадзора И с гармошкой Сидеть бесполезно Нужно работать Правоохранительными органами Ну а от представителей От представителей Крайной Думы Ждем законодательных инициатив Ждем законодательных инициатив Спасибо большое вам Что пришли к нам сюда В пятничный вечер Спасибо большое вам Уважаемые наши гости Увидимся уже в прямом эфире На следующей неделе Оставайтесь на СТВ И хороших выходных Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому